Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все-таки поехать Вот и замечательно Ты самая лучшая мама на свете Я так рад А давайте тогда собираться Мы можем выехать завтра с утра Завтра с утра? Ну да, заодно и выходные там проведем Как вам такая идея? Нет, сынок, нам нужно подготовиться, собраться и так далее, верно? Скажи да, мама Мы все успеем Я помогу тебе Это будет здорово Это вам от меня Ты супермен Мам, мы соберем вещи вместе Как здорово Маньяк на джип Входящий вызов Думаю, нам всем действительно необходимо проветриться Маньяк на джип 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Самая большая вечеринка этого года сегодня вечером. Другого времени не нашлось? Большое вам спасибо. Обещаю это в последний раз. Все в порядке. У нас все готово. Да, поехали. Хорошо, мы едем, но как Мурат и Амер останутся? У них есть козыри в рукаве. Не сомневаюсь. В конце концов, они твои братья. Захара, как ты думаешь, у нас получится хорошо провести время? Думаю, да. Мама держит себя в руках, когда она с моим братом, а твоя мама боится твоего отца. Я думаю, что все будет в порядке. А что? Ничего так, просто спросила. Ах, так, придурки. Давайте, выходим. Что с тобой такое, сынок? Я не знаю. Мама, кости ломит очень холодно. Ты заболел? Погоди, брат, дай сюда. Вот так взял и заболел ни с того ни с сего. Господин Хаким, с каких пор болезни предупреждают о своем появлении? Да я их словом больше не... О, Боже! Боже мой! Прости, папа. О, мой сыночек. Дорогой мой сыночек, господин Хаким. Наш мальчик заболел, разве ты не видишь? Я не могу оставить его в таком состоянии. Нам следует все отменить. Мама, так не пойдет. Мы уже пообещали этим людям. Я хочу сказать, отменить все это некрасиво. Правда? Правда, папа? Я позабочусь о своем брате. Да, было бы некрасиво. Мама, мне кажется, я думаю, что у него паническая атака. Так как ему тяжело контактировать с чужими людьми. Похоже на это. Так что я... Я хочу сказать, вы поезжайте, а я позабочусь о нем. Мне бы тоже так хотелось поехать. Но я не могу оставить брата одного. Совсем не могу. Не могу. Ладно. Хорошо. Здоровья на первую очередь. О, мой малыш, мой ребенок, утеночек мой. Мама, я все тут уберу. Вымой. Не волнуйся, мама. Сейчас же вымою. Папа. Только из дома не ногой, ясно? Не, ни в коем случае, папа. Мы все равно не сможем уйти, даже если бы захотели. Мой брат болен. Мам, позвони мне, когда приедете. Я буду волноваться. Братишка, как ты вызвал рвоту? Благодаря старому способу. Спасибо мелу. Если я выиграю, благодаря этим ставкам я куплю меловую фабрику. Свобода, свобода, свобода. Сыночек, я приготовила суп обязательно на корне брата, ему он поможет. От паники. Этот суп овощной. Поехали, синиха. Да, я еду. Все, пока. Так, кто с кем поедет? Есть идеи? Меня тошнит при ручном переключении передать. Поедешь со мной, сынок. Все, по машинам. По машинам. Поехали. Живо. Давай устроим безумие. Нет. О! Извините, не та машина. Ферри, как ее включают? Мама, что ты здесь делаешь? Я задала вопрос, как мне ее завести? Медленно нажми педаль, и она двигается сама. О, Боже мой. Доченька. Мама, ты на свое место села? Ага. Господин? Что я здесь делаю? Давай, папа, где ты ходишь? Мам, что у нас было на завтрак? Стоп, давайте остановимся. Предупреждаю тебя, Ферри, я очень злюсь. Я тоже злюсь, господин. Что мы делаем? Объясните мне, пожалуйста. Брат Али, папа, вам не нужно злиться. Давайте сделаем так. Мама и папа, садитесь в свою машину. Мама Перихан, Курье и Дуйгу поедут с братом Али. Захра, ты поедешь со мной. Если всех все в таком раскладе устраивается, то давайте так и поедем. Ферри, ты должен поехать с нами, сынок. Госпожа Синиха, садись-ка в машину, иначе мы так до вечера простоим. Давайте поехали. Возможно, мне нужно поехать, Зихрой. Послушай меня, ты поедешь со мной, будешь у меня под присмотром. Поняла? Смотри у меня. Ты пропустил поворот. Куда ты едешь? Что ты делаешь, Ферри? Минута дорогая, смотри. Папа, вызов. Привет, папа. Захра забыла свой телефон, так что мы вернемся и заберем его. Ничего страшного, это всего два дня без телефона. Да, ты прав, но она говорит, что завтра могут привезти продукты, поэтому ей могут позвонить. Но мы скоро приедем, не волнуйтесь. Лучше наслаждайтесь этим прекрасным днем. Ладно, ладно, хорошо, Ферри, хорошо. Хорошо, не волнуйтесь, мы скоро приедем. Что ты делаешь? Мой телефон у меня в руках. Что он говорит? Телефон забыли и сказали, заберут и приедут. О, боже, конечно, в такой суматохе мой мальчик... Не Ферри забыла, Зихра. О, боже, она такая тупица. Ха. Да, брат, я сейчас дома, не волнуйся. Он ушел. Дело в том, что мы не смогли открыть дверь. Пока я найду слесаря, пока он починит, к тому времени уже стемнеет. Если бы не это, мы бы приехали сегодня. Конечно, брат, конечно. Да. А что с тем ключом в саду? А что с ним? Не знаю, я не смогла его найти. Собрались мы поиграть, нужно всех пересчитать. Раз, два, три, четыре. Бурчак. Чтобы написать это, мне потребовалась вся моя смелость. Ты пойдешь со мной на вечеринку сегодня вечером? Извини, но нет. Тебе же хуже. Тогда Сэра. Сэра наверняка поверила мне. Нет, не могу. Следующее. Папа, входящий вызов? Черт, папа. Зихра, отвечай на мои звонки, когда бы я не позвонил. Ладно, в любое время. Не заставляй меня ехать обратно и запри дверь. Хочешь позови девочек, но сама никуда не выходи, поняла? И чтобы завтра утром вы оба были здесь. Понятно, говорю? Хорошо, брат, я запру дверь и никуда не пойду. Ты слишком драматизируешь. Давай, отключаюсь, пока. Слушай, отец звонит. Что будем делать? Что делать? Отвечать, что же еще? Да, папочка. Алло. Как там твой брат себя чувствует? Нормально. Он сейчас спит, но я думаю, мне лучше остаться с ним сегодня. Ведь я почти что уже врач. Кто тебе сказал, прогульщик? Слушай, если ему станет лучше, завтра забери своих братьев и приезжайте сюда. Отличная идея, папочка. Я так и хотел поступить. Хорошо. Передай трубку Мурату. Но, папочка, он спит как младенец. Не нужно его сейчас будить. Ему довольно долго не удавалось уснуть. Так разбуди его, он же не в коме. Боже мой. Ладно, папа. Ты же знаешь, Мурат крепко спит. Я попробую его растолкать, а там посмотрим. Может и получится. Хорошо, я жду. Мурат! Мурат, просыпайся. Папа звонит. Да, папа, слушаю. Ты в порядке, Мурат? Я в порядке, в порядке, папа. Вот сидим с братьями дома. Ладно, почувствуешь себя хуже, обратись к врачу. Эти придурки твои братья не додумаются сами. Обязательно скажи им. Скажи, что плохо себя чувствуешь, и чтобы они отвезли тебя к доктору. Понятно? Да, да, папочка. Ладно, отдохни как следует и поправляйся. Да, доброго вечера, папочка. Он повесил трубку, Мурат. Боже, он опять замолчал. Брат, ты здесь? Брат, что ты, черт возьми, делаешь? У меня чуть не случился сердечный приступ. Мурат, успокойся, это я, твой брат. Все хорошо. Что это было? Откуда мне было знать, что он спросит о тебе? Ты не подумал, что папа спросит обо мне? Откуда мне было знать? Пусть тебе будет стыдно. Ты просто придурок. Да ладно, Мурат, давай, все обошлось, ладно? Возвращайся к своему мачу или к чему-то там еще. Я вешаю трубку. У меня куча дел. Боже мой. А у тебя тоже имеются свои приемчики, не так ли? Госпожа Захарообрази, честности. Не благодари. Я была вынуждена пойти на это. Приходится приспосабливаться к твоему обществу. Это не ради удовольствия, между прочим. Ладно, поехали. Куда мы вообще едем? Клянусь богом, я умру от стресса. Была бы моя воля, я больше ни с кем бы из вас не имел бы дела ни с тобой, ни с братом, ни с отцом. Я скажу тебе то же самое, братец. Жду не дождусь, когда выйдет мой альбом. Я тут же избавлюсь от вас. Больше мы не будем зависеть от денег нашего отца. Я перестану сдавать вас на улице. Я даже имя поменяю. Даже имя? Да, даже имя. Успехов. Брат, иди своей дорогой. Припаркуйте только недалеко. Хорошо, господин. Я предполагала, что ты заранее сообщишь мне о своих бурных планах. Если бы я тебе сказал, ты бы сердилась и ругала меня. Ты же ведь не стала бы врать ради вечеринки, верно? Кроме того, пока бы я тебя уговаривал, вечеринка закончилась бы. Ай, какая уникальная вечеринка. Конечно, уникальная. Ты видишь, что в последнее время, мечась между нашими семьями, я стал версией себя из параллельной вселенной. Хорошим мальчиком-ферритом. Я должен снова стать собой. Ай, надеюсь, тебе будет весело. Вызвать тебя такси. Не нужно. Почему ты вообще уходишь? Я пойду домой, приготовлю себе кофе и почитаю книгу в тишине. Захара, сколько тебе лет? Я имею в виду, ты помнишь, что ты еще молода? Выйди в люди, повеселись, потусуйся где-нибудь. Делай что-нибудь. Поскольку брата Али здесь нет, наслаждайся свободой. У каждого свое представление о наслаждениях, верно, Феррит? Видишь, это твой рай. Твоя ночь, твой Эдем. Давай, Нихарь, будь умницей. И ты тоже. Захара! Тут офигенно, правда? Добро пожаловать в мой мир. Это действительно чудесный мир. Пойдем. Развлекайся, Захара. Я пригласил тебя сюда только из жалости. А, он меня пожалел. Вход только с девушкой, не так ли? Послушай, Захара, мы с тобой заключили сделку. Я буду держать свою мать подальше от тебя, а ты повеселишься. Только я один в итоге в проигрыше. Ладно, ладно, если ты будешь держать свою маму подальше от меня, я согласна. Ну, давай же, расслабься хоть немного. Что ты делаешь? Я помогаю тебе весело провести время. Ну, давай же, расслабься. Милый, где ты был так долго? Малышка, я был здесь. Можешь принести нам два коктейля? Прошу прощения. Ты перепутала, я принесу. Ой, извини, ты просто в таком виде. Ладно, не важно. Мне скучно, я все равно здесь никого не знаю. Внутри веселее. Давай зайдем в дом. Пойдем. Веселись, наслаждайся. Забудь. 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 Он обманул тебя. Если ты поддашься, ему он снова обманет. Не позволяй. Забудь. Цера, я ухожу. Пойду прогуляюсь немного. Понятно, Нихаль. Хорошо, пока-пока. Хорошо, не отвлекай меня, пожалуйста. Извини, дорогая, я ухожу. Забудь. Он изменил тебе. Он обманул тебя. Он сказал тебе, что ты особенная. Что у тебя красивые глаза. И улыбка. Но девочки пришли бы в ярость. Но этого не случится. Если они не узнают... Мне нужен знак. Вот он. Ай, простите. Извините, извините. Простите. Уйдите с дороги. Ай, пожалуйста, извините. Ай. Можно подумать, что он будет торчать здесь, раз заставил меня прийти сюда. Можно мне стакан воды? Спасибо. Это случайно не тот актер из любимого сериала Хурие? У него и девушка есть. Скажу Хурие, чтобы она перестала мечтать о нем. Хотя она все равно будет мечтать. Давай потанцуем. Нет, мне и так хорошо. Как ты сказала, тебя зовут? Я не говорила. Тогда давай знакомиться. Я Эрджан. Я сказала, что у меня все хорошо. Ты не понимаешь? Покойся, ладно. Мы оба без пары. Мы могли бы немного потусоваться. Я не хочу. Не хочу. Она со мной. Я говорю, она со мной, понимаешь? Ладно. Извините, что появился таким образом. Нет, нет, это было очень мило с вашей стороны. Он вцепился в меня, как клещ. Извините, это сравнение, кажется, им очень подходит. Я... Простите, мне пора идти. Извините меня за беспокойство. Было бы лучше, если бы вы остались. Клещ все равно здесь и пялится на меня. Конечно, если вас это не затруднит. Пожалуйста, я вас очень прошу. Конечно. Спасибо. Сюрприз. Боже, я веду себя как сыра. Скажу, что мне стало скучно дома. Кроме того, я здесь вовсе не ради феррита. Ты, говорят, уедешь скоро отсюда. Если ты поедешь со мной, почему бы и нет? Тогда не уезжай. Я никуда не уеду. Я здесь. Хорошо. Я принесу что-нибудь выпить, ладно? Было бы неплохо. Да. Ох, наконец-то. Я в самом деле еле дышу. Сюрприз. На этот раз получилось. Я сведу его с ума. Всем привет. А вот и я. А я тебя уже заждался. Твоя девушка в хорошей компании на улице. Какая компания? Не знаю, вокруг нее были мужчины всякие. Интересные. Так, даже лучше. Давай повеселимся. Вообще-то, возможно, нам стоит продолжить разговор наверху. Хорошо. Пойдем. Смотри, смотри. Мой ботокс такой привлекательный, правда? А вот, посмотри. Он... Он даже позу сменил. Тебе не обязательно сдать мое имя, дорогая. Зови меня просто большой ботокс. А можно спросить? Ты же не один из таких, верно? Иначе мне придется бежать отсюда. Нет. Я... Нет. Хорошо. Я рада. Но тебе бы это подошло. Тебе тоже такое подходит. Ай, боже мой. Нельзя ли поаккуратнее? В порядке. Минута, я помогу. Вы не могли бы дать салфетку? Спасибо. Ладно. Ладно, это не страшно. Еще салфеток, пожалуйста. Я сейчас посмотрю. У меня были где-то в сумке. Чей это? Мой. Но он порвался, когда ты толкнула меня. Твой? Ой, извини меня, пожалуйста. Ничего страшного. В любом случае, это старая вещь. Я ношу его на удачу. Нет, нет, так не пойдет. Что... Что ты делаешь? Минутку. Я верю в такие вещи. Пусть удача всегда будет с тобой. Большое спасибо. Давай попробуем высушить. Не надо, не надо. Не волнуйся, я сама этим займусь. Ну, где же Феррид? Нежелательно. Было бы здорово. Предстоит захватывающая ночь. Ну, где же Феррид? Мой напиток. Мама, входящая. Когда вы уже вымертесь? Что там происходит? Руки убрал от нее. Кто ты такой, черт возьми? Что ты делаешь? Что здесь происходит? Иди сюда. А что тут происходит? Откуда мне знать? Михаил! Цыра! Что ты тут делаешь? А что ты здесь делаешь? Начнется веселье. Что ты делаешь? Ты дикарь? Знаешь, я спас тебя от этого придурка. Извини, но это я нас спасаю. Кроме того, он вовсе не придурок. Он был очень милым. Он пытался мне помочь, в отличие от тебя, между прочим. Я думал, он переставал к тебе. Было бы хорошо, если бы ты сперва спрашивал, а потом бил человека. Что если он вызовет полицию? Ты хоть подумал, что было бы, если... Это же не произошло. Все нормально. Успокойся уже. Послушай, в моей жизни уже есть один токсичный мужик. Еще один такой же мне не нужен. И вообще, останови машину, я выйду. Куда собралась? Домой пойду. Мою скучную жизнь. Захара, ради бога, ты можешь успокоиться. Я сказала тебе, останови машину. Не заставляй меня возвращаться домой. Моя рука очень болит. Я подумал, может, я подброшу тебя до дома, а ты поможешь мне перевязать руку. Ладно, поезжай дальше. Еду, еду. Ты такая милая, когда упрямишься. Конечно, не когда упираешься, как баран. Только это так редко бывает. Лицо того парня должно быть из железа. Обычно у меня крепкая рука. Разумеется. Здесь больно? Немного, когда ты нажимаешь. Черт, я оставила там свою сумку. Это смешно? Это смешно. Я имею в виду, что если бы в саду не оказалось ключем, мы стали бы жертвами собственной лжи. Я бы даже не вспомнила о нем, если бы не брат. Брат ведь не позвонит, как ты думаешь? Так поздно не позвонит. Я надеюсь. Тебе не давит? Нет. Почему ты бросила медицинский? Уверен, из тебя получился бы отличный врач. Из-за одного избалованного урода, который считает, что человеческая жизнь – игрушка. Уверен, что ты заставила его заплатить за это. А? Что ты делаешь, Захара? Осторожнее. Извини. Ну, а почему ты бросил учебу? У меня гемофобия. Гемофобия? Боюсь крови. Серьезно? Мне становится плохо при виде крови. Я… Я серьезно. Если бы ты порезалась до крови, я бы тут же упал в обморок. Ай. А почему бы тебе не сказать, что ты не смог найти времени на учебу? Пойду сделаю нам чай. Чаю. После чая ты уходи. Несмотря ни на что, я буду хорошим человеком. И так далее. Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok Просыпайся, просыпайся, Захара, просыпайся Что такое? Захара, это твоя семья, они здесь, просыпайся Что? Ну и что, что они здесь? Давай, просыпайся Моя семья? Что будем делать? Где они? Что нам делать? Ай, что нам делать? Что сложного в том, чтобы ответить на звонок Она даже не смотрит в свой телефон, мама Смотри, у неё свет выключен Это значит, что она легла спать В ванной её нет Так рано легла спать Али звонит ей с десяти часов Мама, возьми её у меня Давай, только тихонько Слушай, давай быстрее Мой брат тебя точно убьёт И меня убьёт, он прикончит нас обоих Давай, давай убирайся отсюда Давай быстрее Тихо Что происходит? Отцепи скорее Ну давай же Не получается Что, не получается? Я не знаю, у тебя нет ножниц или что это такое? Какие ножницы? Как мне сейчас их взять? Ай, стой Зехра Брат? Где ты была, девочка? Я здесь, брат Я... я иду Куда ты идёшь? Где ты? Что ты делаешь? Брат, я переодеваюсь Я скоро психопатом стану Что ты творишь? Я велел тебе отвечать на мои звонки Ты этого не делаешь Почему? Ты хоть представляешь, как я волновался? Думал Думал, что-то случилось с тобой уже Что вообще со мной может случиться, брат? Бояться нечего Нечего бояться? Да я ничего не боюсь Ложись спать Давай Ушёл Откуда мне знать? Поторопись уже Ладно, Зехра, я пытаюсь Зехра Да, мам Что происходит? Мамочка, я не могу сейчас Зехра, послушай Это твоя сварливая свекровь говорила, что сожалеет обо всём и всё такое Ах, это свекровь, типа у меня на язык Надеюсь, нет Знаешь, она собиралась извиниться, нет? Ну, ей, наверное, стыдно Но она всё продолжала рассказывать о своём прекрасном доме Ради бога, Зехра, что ты там делаешь? Почему ты прячешься? Ты что, голая? Мамка, я одеваюсь Мама Ай, ладно, хорошо Знаешь, у меня тоже есть грудь Боже мой Давай уже сними это Это невыносимо Зехра Подожди, не входи, сестра Что ты делаешь? Хурие Давай пить чай Нет, нет, я не буду Я собираюсь лечь спать Фу, зануда Ну давай же Это не комната, а проходной двор какой-то Это моя семья Они не очень-то уважают личное пространство С ними же мне больно Нет, на самом деле нам следует оставаться В таком виде, как семские грязницы Вообще-то было больно Они вообще собираются спать? Ну, раз они уж заваривают чай То будут сидеть всю ночь и говорить о твоей семье Моя семья Зехра, что если моя семья тоже вернулась домой? Возможно, они все еще там Если они вернутся, обнаружат, что в доме никого нет Нам лучше сразу застрелиться В общем, ты звонишь своим братьям и говоришь им, чтобы они бежали домой А я узнаю, у своих вернулись твои родители или нет Ладно? Хорошо, я звоню, ты спрашиваешь Зехра, спроси у своих, вернулись мои или нет А я что собираюсь делать? Хорошо, спроси Надеюсь, вы вернулись, ребята Давай вперед, в атаку Что ты делаешь? Что это за передача? Что это за пас? Что это было, ребята? Давай, давай, давай Что вы делаете? Что за передача? Брат Феррит, входящий Ну, вот так, молодец, молодец, молодец Давай, Мурат, возьми трубку, Мурат Мурат Парни, вступаем одновременно Мы вместе играем ритмично после моего сала, ладно? Давайте еще раз так Готовы? Поехали Один, два, три, четыре Брат Феррит, входящий Давай, Амир Хоть кто-нибудь возьмите трубку Ну, что у тебя? Ни один не ответил А твои что сказали? Они не знают Они собрались и поехали сюда Я думаю, твои родители не вернулись Но мне все-таки придется звонить и узнать Ладно, звоню Звони Мама, вызов Сынок? Привет, мамочка Как дела? Ну, как у нас? У нас все в порядке Все хорошо Хорошо, как там погода? Погода хорошая Хорошая погода Приятно это слышать, мамочка Как гора с плечи Но Я хотел сказать, что рад узнать, что у вас с папой все хорошо Ну, тогда я вешаю трубку, а ты передай мне привет Конечно, и тебе привет Пока Пронесло Кажется, пронесло Твой сын передает тебе привет Очень мило с его стороны Я иду спать Дай мне свой телефон Господин Хаким Я играю в игры, если не спится Госпожа Синиха Ты что, ребенок? Какие игры? Ты пойдешь и предупредишь своих дорогих деток Не так ли? Я все знаю Материнская любовь Материнская любовь? Завтра я покажу им отцовскую любовь Давай сюда телефон Спокойной ночи Спокойной ночи Нет, она собралась мне еще указывать, ты понимаешь? Ты бы смогла терпеть такое? Ты, девчонка из Измира, точно не смогла А моя мама говорит Я терпела ее, только потому что феерит замечательный мальчик А теперь обо мне Однако не самого большого ума Она обо мне говорит? О тебе, конечно Я вычистил этот дом до блеска Я ее мамой назвал Мамочкой Небольшого ума Не поняла Я собираюсь спать Не там, а здесь Ну вот еще Ты серьезно? Да, давай быстро Да ладно, Захар Я просто посплю на этой стороне, что такого? Ложись сюда, я сказала, не беси меня Я не могу в это поверить Ты действительно собираешься заставить меня спать? Да? А что такого? Это отличная кровать Посмотри, до чего ты дошел Феерит, шерпит, леогло Ну прекрати уже Я действительно буду спать здесь? Да, ну давай же Давай уже ложись Гордо лягу здесь и буду спать Ладно, гордо, ложись и спи Хороший мальчик Он знает только, как повесить занавески Да ладно тебе Не смотри на меня так Ложись и спи Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро Доброе утро Ни в коем случае не кричи Что случилось? Зихра! Девочка! Я увидела паука, брат Зачем так кричать из-за какого-то паука? Сумасшедшая Все в порядке, брат Во имя всего святого Ты заставишь меня нарушить клятву Заставишь нарушить клятву Серьезно говорю Посмотрим, что ты написал Посмотрим, что там Новое сообщение от маньяка Ниджипа Я передал тебе послание через посредника Ты получил его? Какое сообщение? Какой посредник? Не понимаю Субтитры создавал DimaTorzok